Для того, чтобы получилась вот эта площадка, вот видишь, как здесь стима строена, она загибается вот сюда, выходит, да? Идет к поперечному затылочному выступу. Такой вот концентрационный стольчик вот здесь, вот такой полосочек, вот это и на нем. После этого ты уж полосу провел так, от души. Она на самом деле не такая яркая, но это не так страшно. Это мы поправим. Но вот сначала вот этот участок. Попробуй привести в порядок. Понял, что надо сделать? Вот с этой стороны более густую тень и вот здесь полосочку. Но не такой, здесь более светлый. Хорошо. А еще меньше, вот смотрите, у меня... Возьмем, у тебя хорошую перуку стоит. Попробуй на бумаге вот такие точки поставить. Не зигзуги, как у тебя, но потому что ты видишь, что делаешь. Ты дергаешь перуку. И у тебя получается не точка, а Бог знает что. Вот так хороший результат никогда не будет. Нет. И, пожалуйста, не надо вот этого, пулемет на ручьи. Так всегда будет не точно. А не точно, это значит плохо. Вот. Выше скорость не надо. Тогда можешь управлять точным положением. Идея понятна? Да. Это надо умудриться. Выгнуть перо вот таким образом. Держи. Не лупи пером, это что не копье для атаки. К сожалению, это волка. Ну, в общем, да. Нормально. Луп. Кстати, какая часть головы у всех животных, кроме человека, называется лбом? Где лубные кости вообще-то расположены? Вот здесь хороший ответ. Над мозгом. Над мозгом. Хорошо. А теменные кости где? Под мозгом. Под мозгом. А вот занятная штука. У всех животных лубные кости между глазницами. Это у нас лоб уехал назад. У нас вообще череп очень сильно деформирован в связи с бунобстем. Так? А вообще-то вот лоб. А вот эта часть тени называется. И вот давай с лбом немножко поработаем. Здесь что важно. Вот эту вот узенькую полосочку тени, вон там, видишь? Она треугольничком подходит к основанию клюва. Здесь сверху этот план. То есть здесь оставить сверху. Так. И эту узкую полоску тени. Тень сладенькая. Вот не такой силы, как здесь. Это понятно? Так что очень часто в точке не стоят. Вот так. И теневую, ну примерно такую полоску. Вдоль этой сверху надо сделать. Слабно идет. Понятно. Самое главное, что теперь точки в этом месте будут расплываться. Ты склондрированный слой убрал. Так, попробую немножко помочь. Ну, а вообще-то такая штука почти не наличится. А я решила, зачем сам начал? Решил убрать, попросить. Ты же не умеешь пока этого делать. Вот смотри, как это выглядит. Вот поврежденный участок бумаги. Видишь? Да. Значит, ты вот здесь яму сделал. Да? Да. Скальпель мыли бритвой. Режущими движениями, только не нажимая со всей двери. А очень легкими. К центру разрушения. Срезаю вот это клахмоти. Такое разрушение почти не лечится. Я немножко поправлю, но целиком здесь уже ничего сделать нельзя. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Молодец. Что не спешишь. Молодец. Не делай. Это самое главное. Семьян приоградит себя. Старый. Ну ничего. Остался только с ума. Наметил правильно. Вот все рядочек, которые я поставил. Все верно. Так оно и есть. Ну давай. Давай. Знаешь, как договоримся? Начинаю сам. Через некоторое время подойду. Через небольшое время. То есть даже если будет что-то не получаться, как след, то спутник не успеешь. Вот. Но надо привыкать, не бояться самому начинать. Давай.